Приветствую вас, друзья дорогие! Сегодня я хочу ответить на просьбу. Я получил просьбу от мамы, чей сын повесился. И она просит всех людей, всех священников, всех пастырей. Я отправила ей мне письмо, в котором просит, чтобы я помолился за упокой души её сына, чтобы он не погиб в аду, чтобы он имел спасение, чтобы он смог унаследовать рай. И я понимаю вашу боль, понимаю, как вам трудно думать о том, что ваш сын ушёл из этой жизни, да ещё он жил так, что, судя по жизни, которую он имел, он находится в аду. Ну, это означает, что он не уверовал в Иисуса Христа. И, конечно, вы прилагаете сейчас все усилия, чтобы можно было его спасти, вывести оттуда, чтобы он оказался в раю. И если это было бы угодно, если это было бы возможно, я бы с таким удовольствием помолился, и помолился бы много за вашего сына, из-за всех других людей, которых я знаю, что они ушли из этой жизни, и они ушли без Христа, и они ушли в вечную погибель. Если бы я знал, что этими молитвами можно что-то решить, то я бы это сделал. Но, к сожалению, ни я, ни кто другой, независимо от религии, от динаминации, никто ничего не может изменить. Послушайте, что говорит Слово Божие в этом отношении. Иисус Христос рассказал вот этот случай. «Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его…» Нет-нет-нет, начиная с 19-го. Это Евангелие от Луки, 16-я глава, с 19-го стиха. «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и в весон, это очень дорогой материал, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его». Значит, богач никак не интересовался этим Лазарем, не давал ему даже то, что давал собакам, этому человеку не давал. Собаки, его собаки были для него, для этого богача, дороже, чем тот пленный. «Умер нищий, и отнесён был ангел Аминалона Аврамова. Умер и богач, и похоронили его. И в Аде, будучи в муках, этот богатый человек, он поднял глаза свои, увидел вдали Аврама и Лазаря на лоне его. И возопив сказал, «Отче Аврами, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сён». И вот это говорит нам о том, в каком состоянии находятся люди там. Что верят в находящиеся здесь или не верят в это, это ничего не меняет. Люди, которые не уверовали в Иисуса Христа и не спасены, они идут в погибель, они идут в преисподнюю, и это так в преисподней. Люди мучаются там в том огне. Но Аврам сказал, «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Вот это я хочу, чтобы все мы поняли. Это хочет Бог, чтобы все мы поняли. Все, что можно решить насчет нашего спасения, насчет места, куда мы отправляемся после этой жизни, мы решаем здесь. Если мы принимаем Иисуса Христа в сердце, мы идем в Царство Божие, мы идем в жизнь вечную. Если мы не принимаем Иисуса Христа в этой жизни и живем без него, и живем греховной жизнью, мы идем в погибель, в вечную погибель. Каждый человек, который и так живет, он идет в преисподнюю, идет в вечную погибель. Вот поэтому, и там после этого ничего невозможно изменить. Вы видите, даже сам Авраам, Авраам, он ничего не может менять. Авраам, который имеет такой авторитет, такое имя, говорит, «Между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящий перейти отсюда к нам не мог, к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда этот богач сказал так, «Так прошу тебя, отче, пошли тогда Лазаря в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть они засвидетельствуют им, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, это означает Библия, Библия, у них есть Библия, есть руководство, как не попасть в ад». Вот Библия, есть руководство, как не попасть в ад, Библия, есть руководство, как попасть на небеса, в Царство Божие. И он говорит, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушаются их, пусть слушаются того, что написано в этой Библии». Он, богач, сказал Аврааму, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Так думал он. Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят, и воскрес Иисус Христос». И кто верит? Воскрес Иисус Христос. Каждые семь дней празднуем Его воскресенье. На русском языке так и называется этот день. Воскресенье. Это в честь воскресения Иисуса Христа. И кто верит? Так вот, если люди не верят тому, что написано в этой книге, они не поверят, если воскреснет. И вот воскрес Иисус Христос, и они тоже не поверили. Поэтому, дорогая женщина, мама этого сына, я очень хочу, чтобы молитвами можно было что-то решить. Если молитвами можно было что-то решить, то я так хочу, чтобы решился вопрос моего отца, моих родственников, моих родителей. Я так хочу решить их вопрос, потому что знаю, что многие из них находятся в аду, в вечной погибели, потому что они не уверовали в Иисуса Христа, не приняли Иисуса Христа, не получили спасения по вере в Иисуса Христа. Но, к сожалению, ничего не могу делать. И если что-то попытаюсь делать, то это только мои... Я буду обольщать сам себя. Не хочу обольщать себя, и не хочу льстить и вам, и не хочу обольщать вас. Вот то, что вы можете сейчас, это вы можете сами принять Господа Иисуса Христа в сердце, чтобы вы обрели прощение и чтобы вы смогли жить с Богом в Царстве Вечном. Что вы можете делать еще? Вы можете идти сейчас к вашим родственникам, к тем, которые еще находятся в жизни, и призвать этих людей, чтобы они уверовали в Иисуса Христа, приняли Его в сердце, и чтобы они спаслись. А насчет мертвых, дорогие, мы ничего не можем решать. Да, знаю, что некоторые пытаются, делают молитвы, делают за упокой души что-то, но, к сожалению, это все фантазии человеческие. Это полностью противоречит тому, что написано в Слове Божьем. То, что делают эти люди, это фантазии человеческие. И, видите, человек тогда в таком, в отчаянной ситуации, он ищет любое, за что можно схватиться. Ну вот и люди берутся за эти фантазии, они цепляются за эти фантазии человеческие и начинают молиться, и думают, что да, если заплатят там, если заплатят там. Помню, как в одной церкви видел, как там стоял и был повешен и прейскурант. За одну молитву столько, за 40 молитв столько, за 200 молитв столько, за упокой души. К сожалению, люди платят деньги, могут платить деньги, но это ничего не решает. Абсолютно ничего не может решить. Поэтому, дорогая женщина, вы сделаете все возможное для того, чтобы спасти вашу душу и чтобы спасти души дорогих вам людей, которые еще находятся здесь. Потому что для тех, которые ушли, как бы вы сильно их не любили, для них вы уже ничего не сможете сделать. Да благословит вас Господь, и да утешит Он ваше сердце, и да покажет Он вам глубины Слова Своего, и да поможет вам жить по Слову Своему, и чтобы Он дал вам полное утешение во Христе Иисусе.